Время, коллеги, 13.00, московское время, 7 июля, сегодня среда, а это значит, что вы на прямом эфире, если вы здесь фитнес-эксперт. Сегодня у нас в гостях Илья Коноплёв и целая компания приятных, классных людей, которые помогут разобраться вам с темой, которую мы заявили, собственно, про онбординг. То есть тема такая серьезная, поэтому, собственно, разбираться вы будете. Так, коллеги, чуть-чуть организационной информации, прежде чем я вас покину, оставлю с Ильей. Собственно, у нас будет несколько... Так, это твой слайд и я, что у нас сегодня... Да, вот, коллеги, у нас вот прям на днях стартует мероприятие в Ярославле. Это наша традиционная конференция, несмотря на по факту ограничения, мы соблюдением всех мер, соблюдаемся по всей команде завтра. Поэтому, если у вас есть интерес провести время, мы придумали, что это пятница, суббота, и суббота, мы гуляем, отдыхаем, и работаем пятница суббота в режиме обучения, обменного опыта. Поэтому, если вы... То есть, собственно, у нас также организована будет онлайн-трансляция, просто потому как есть, собственно, темы, которые добаваются на субботу в режиме обучения. Поэтому, сбрасываю в чат, собственно, ссылку на регистрацию, на программу. У Илья, собственно, там тоже будет, практически, празднеется на магазине. Отходить от него. Будем, да, будем очень рады. Ну и, собственно, еще у меня для вас информация есть. Мы встретили из печати нас журнал, который, собственно, был приостановлен в связи с пандемией. Собственно, мы начали над ним работу как раз во время пандемии. Если вы хотите его абсолютно бесплатно получить. Также у нас есть информация для вас. Как-то регистрируйте сегодня. Ждем, как вы хотите. Ну что, итак, Илья, я тебе передаю слово. Хорошего дня. Коллеги, прощаюсь с вами на сегодня. И, собственно, да, Илья, тебе слово. Спасибо, Юль. Собственно говоря, много мы в последнее время говорим о том, что картинка гостя у нас каким-то образом меняется, и надо что-то с этим делать. И, как выяснилось, что постепенно что-то мы с этим делаем. И сегодня мы поразбираем одну из технологий, или, вернее, группу технологий, маркетинговых технологий, которые стали нам доступны, ну, наверное, на протяжении последних пяти лет. А хоть какую-то популярность в отрасли онбординг и образовательный маркетинг стали приобретать буквально последние полгода, а если быть еще более точным, после того, как народонаселение повыходило из самоизоляции. Почему, собственно говоря, мы об этом говорим, почему мы со своей стороны это подсвечиваем, и почему считаем это важно? Вообще, вот сегодня увидел с утра фразу, которую написали мои коллеги в анонсе этого же мероприятия. Не могу сказать, кто ее автор, но точно не я, но она мне понравилась. Сейчас я буду даже вот черкаться, что плохой онбординг – это как вечеринка, на которой ты никого не знаешь. Что происходит, кто эти люди, почему им весело, а тебе нет. Хочется уйти поскорее. Вот это очень хорошо определяет, определяет, дает определение термину анбординг, что это такое. То есть, когда мы говорим об анбординге клиентов, дословно это можно переводить как обучение клиентам пользованию фитнес-клуба. И в классике анбординговых технологий, которые пришли из маркетинга информационных услуг, услуг, связанных с IT, анбординг обычно практикуется двумя столпами. Первый столб – это анбординг так называемого звук плохой эхом. Так. Сейчас. А если вот так вот я буду говорить, будет лучше звук? Скажите мне. Отлично. Вот. Что-то у меня, значит, с наушниками какая-то беда случилась. А, хуже стало, когда снял наушники. Вернуть? Ничего не могу понять. Сегодня какая-то беда с техникой. Так, а теперь все вернулось на круги своя. Хотя бы вот так вот эхо, конечно, не должно быть, потому что вроде бы так работает микрофон. Ну, да, если лучше все-таки без эхо, если чуть тише, можно попробовать сделать погромче, наверное, устройство, потому что с эхом, наверное, будет слушать хуже. Вот, значит, в классике IT-шного анбординга выделяют два блока. Первый – это так называемый анбординг первого использования. У нас фактически с вами это пробный гостевой визит, да, то есть в классике наших услуг, которые мы все знаем, мы все там понимаем, что это такое. Но мы с вами стали сталкиваться с тем, что люди, которые купили карту, через какое-то время в NPS-опросах и в аналитике отвалов стали говорить о том, что им скучно и им неинтересно. И мы с коллегами, ну, вернее, не мы с коллегами, а ряд коллег начали задумываться о том, почему и как и чему мы должны, собственно говоря, учить наших клиентов. Юля, мы тебя слышим на микрофоне, давай я тебя чуть позже подключу, тебе придет такое приглашение, и ты подчипишься. Можно будет нажать «Выйти в эфир». Вот. Значит, и мы с коллегами стали задумываться, решать, собственно говоря, вопросы, каким образом, чему и, самое главное, зачем учить клиентов. И я буквально на прошлой неделе провел опрос у своей аудитории в Фейсбуке, она, ну, там какая-то никакая, не самая большая, не самая маленькая, это 10 тысяч человек. Вот. Почему, собственно говоря, люди уходят из фитнес-клубов и что им непонятно. И вот мне очень понравился такой вот комментарий, понятно, что это частное мнение, но я его буквально там процитирую, да, почему нет на видном месте на сайте приходит в клуб инструкции для тех, кто первый раз за 10 лет решил заняться фитнесом. Куда податься, с чего начать, что можно, что нельзя, даже если очень хочется. А что приходится, а то приходится все эти тупые вопросы задавать администратору, который что-то показывает на бумажке с табличкой, на много колонок и строчек, заполненные мелким шрифтом, а мне проще тогда вообще забить на фитнес. Что происходит? Происходит то, что население или потребители, которые у нас с вами заходят силами нашего маркетинга на сегодняшний день, заходят уже с другой картиной мира и потребления. То есть мы не готовы ждать, разбираться сами, задавать вопросы, мы не хотим читать какие-то там длинные инструкции, нам нужны клиповые гайды. И вместе с тем, с другой стороны, да, у нас с вами есть сложный продукт фитнес, собственно, в котором найти себя легче человеку, который знает уже, какие у него цели, как этот тренировочный процесс организован, чем мне нравится заниматься, но привлекаем мы людей далеко не только обученных, образованных и организованных. И поэтому вот один из, например, достаточно сильных, необычных для меня примеров проявления онбординга – это тот же самый Инстаграм, да, который при регистрации нового аккаунта начинает учить тебя его заполнять. Казалось бы, да, Инстаграм, где Инстаграм и где образование пользователя. Что там непонятного? Вроде как запикал, номер телефона ввел, но, тем не менее, собственно говоря, Инст этому учит. И фактически мы с вами говорим о том, что чем больше и чем лучше мы клиента научим тому, как пользоваться фитнес-клубом с точки зрения решения его проблемы, то есть не просто где у нас тренажерный зал, какие у нас есть тренажеры, когда проходит расписание сайклов, а чем тебе может быть полезен сайкл, кроме того, что ты просто там крутишь педали, да, то есть для кого сайкл лучше подходит. То есть анбординг, мы говорим о системном обучении клиента, уже купившего продукт, пользоваться продуктом так, чтобы он эффективно решал свою проблему. И фактически это из себя представляет систему контентных единиц, инструментов коммуникации с клиентом, от касаний до оценки попадания вот в эти самые ожидания. То есть речь идет о том, что мы с вами фактически, используя инструменты видео, текстов, звука, постов и инструменты донесения этой информации до клиента, рассказываем ему в течение энного количества времени новому клиенту о том, как этим фитнес-клубом пользоваться. Как пользоваться расписанием групповых тренировок, как узнать все функции в нашем мобильном приложении, как приходить на фитнес, когда не сильно много, чтобы было не сильно много народу, какие тренировки выбрать, если вы хотите чувствовать себя лучше после рабочего дня и так далее. То есть фактически, технически вернее, проект анбординга для клуба представляет из себя три крупных блока. Первый блок – это разработка содержания сценариев образовательных контентных единиц. Это вся команда садится, и мы прописываем, чему мы можем человека научить. То есть это вот как в школе, да, там, курс математики, он состоит в течение, там, первой четверти из учебники, из 15 глав. Вот мы составляем вот эти главы. То есть как содержание книги и описание типов контента под каждую единицу. Чему нужно научить в части организации работы фитнес-клуба? Чему нужно научить в части тренировочного процесса в тренажерном зале, чтобы у человека силы и выносливость повышались? Чему нужно научиться, чтобы не было скучно? Ну и так далее. То есть мы классифицируем основные проблемы, которые у людей бывают, и способы их, собственно говоря, решения. Дальше второй сценарий – это разработка алгоритмов донесения контентных единиц до новых клиентов. То есть как эту всю информацию до людей доносить? Я, например, знаю, что недавно, вернее, какое-то время назад сеть XFIT, когда вводила, ну, какое-то, годы три назад было, когда вводили эти самые новые мобильные приложения, у них прямо был чуть ли не розыгрыш среди скачивающих мобильные приложения людей о том, как, значит, ну, кто его скачал. И вот чуть позже Андрей Сиран выйдет в эфир. У этих ребят в отделе продаж я знаю, что при регистрации контракта, когда клиент приходит первый раз, менеджер по продажам сам говорит, давайте я вам установлю нашего информационного бота, который будет, значит, вот вам чего-то там подсказывать и делать. То есть мы продумываем, каким образом мы сделаем так, чтобы человек эту информацию от нас получал. Потому что у нас с вами сейчас основная проблема с точки зрения работы с информацией – это не произвести контент, а сделать так, чтобы этот контент увидели. И эта задачка по уровню сложности не легче, чем производство контента. Его дистрибуция становится, собственно говоря, ну, там, инструментом усилия. У нас здесь есть для этого чат-боты, рассылки, подписки, каналы, уникальные… Ой, зачем я переключил слайд? Уникальные хэштеги, программы ИГТВ и много чего еще. И третий блок основной – это интеграция обучающего контента в контент-планы клуба, управление регулярным образовательным контентом. То есть так, чтобы в те ленты, в тот поток контента, который мы с вами производим, в инстаграмах, в контактах, в мероприятиях, где-то еще, этот контент попадал. И вот этот слайдик – это картинка из исследования бренд-аналитикса, последняя, которая вышла, по-моему, в конце июня или в конце мая, где написано, что спрос растет на обучающие видео. Их ищут 34% мужчин, 32% женщин. Видеоинструкции входят в тройку самых запрашиваемых типов контента. Именно в этом формате брендам будет наиболее выгодно преподносить информацию о себе. Это как раз вот в сторону того, в каком формате это все находит. Нас приучили смотреть видеоинструкции. Понятно, что это не должны быть там фильмы на 15 минут. С историей о создании вашего клуба там есть правила, короткие минутные ролики. Но речь идет именно о том, что на сегодняшний день потребление видеоинструкций – это для нас технология обучения как раз людей. Люди готовы их в каком-то формате смотреть. Ну, вот цифры вот эти приведены. И понятно, что из 10 подключившихся к чат-боту человек посмотрит на него двое, а до одного только что-нибудь дойдет, но это уже один лучше, чем ничего. Вот. Что еще? Еще есть инструментарий там оффлайн-онбординга. Это пример из санаторной индустрии, когда санаторий проводит лекции с врачами, там, эндокринологами, гинекологами и всякими разными прочими экологами, экологами. Потом из этого делает видео с лекциями, льет контент в Инстаграм, пишет статьи, делает сториз. И по большому счету к каждому из этих продуктов можно припарковывать какие-то конвертирующие вещи. То есть фактически мы превращаем в технологию переноса данных о клубе, а не данных, а фактов о клубе, того, чем человеку в нем заниматься, подробно, полно, много прописывая эти сериалы. Вот это что касается методологии. И сейчас я хочу пригласить, рассказать о своих проектах онбординга трех коллег, которые в разных форматах и в разных глубинах проработки и в разных состояниях, стадиях этого проекта находятся в этой теме. Сначала я приглашу Юлию Горбунову. Это руководитель отдела маркетинга сети BrightFit, 19 клубов, Урал, Сибирь, Поволжье. Андрей Сиран с основателем, директор фитнес-клуба «Атмосфера». Присоединится позже. И потом Светлана Абакумова. Это директор по маркетингу группы компаний «Фитнес-индустрия», которые находятся в состоянии разработки проекта онбординга, а у коллег уже действуют какие-то штуки, связанные с работой. Юля, вот теперь можно подключаться. Я сейчас тебе вышлю такую маякалку, или можешь на камеру нажать, и тогда тебя должно будет в эфир выпустить. Впустить. Так. А со звуком хорошо все? О, привет. Я перепокручила с одной жаброй на вторую жабру, и вроде стало работать нормально. Мне кажется, непривычно, что у меня, конечно, изображения зеркалятся. Я себя не привыкла так воспринимать. Ну ладно. Да, тебя слышно, видно. Рад тебя слышать, видеть. Как там Урал, скажи? Слушай, прекрасно, наконец-то. Мы оправились от этой непогоды, которая у нас творилась на выходных. У нас замечательно сейчас все. Но у нас ливень был, у нас был град, у нас были потопы, пробки, все, что только можно. Мы собрали за эти выходные. Но сейчас все нормально. Все, можно снова работать нормально и гулять. А скажи мне, продажи в целом, как себя летом чувствуют? Вы не страдаете? Слушай, я могу сказать первое. Июнь у нас это обычно всегда такой очень сильный спад продаж. Из года в год был, исключаем 20-й год. Но на примере лидогенерации у нас по лет в день результат был лучше, чем в мае и чем в апреле. Причем по интернету мы переплюнули свои показатели за все предыдущие месяца и, по-моему, вообще за весь период рекламы Брайтфита в Инстаграме, ВК и контексте. Мы были в шоке. Конечно, эти лиги не конвертнулись в такой же пропорциональность, как они обычно конвертят. То есть, если у нас обычно там из интернета конвертация 26-30%, то в этот раз она была ниже. Но сам поток, я была удивлена. То есть, я была приятной. Молодцы. Расскажи мне тогда, собственно говоря, про онбординг. То есть, когда вы задумались о том, что надо доносить какую-то информацию помимо инфраструктурной, и, наверное, в каком формате вы это делаете сейчас, и почему вы делаете это именно так? Ну, на самом деле, пока ты рассказывал вступление, я вспомнила еще одну фишку как раз про оффлайновые мероприятия, которые мы проводим, связанные с инбордингами, я про них тоже упомяну. Но первоначально как? На самом деле же популяризация вдумчивого контента как такового о том, что и как надо делать, что и как происходит, она же появилась давно. То есть, давно уже Инстаграм перестал быть просто картинками, давно уже Ютуб перестал быть просто местом, где можно травить какие-то хайповые штуки. Люди привыкли учиться в интернете, люди привыкли о том, что для того, чтобы узнать информацию, не обязательно общаться с другими людьми. Ну, просто все приложения нас на это ориентируют, нас ориентируют на это все сервисы, и потому каждый раз на данный этап коммуникация с живым человеком уже у обычного обывателя, она вызывает определенные сложности. Зачем мне идти куда-то, если я могу просто погуглить? И первые этапы, если так подумать, у нас начались как раз с Bright Journal. Я, наверное, потом до него доеду. Ну, да, с Bright Journal — это журнал, который мы начали проектировать год назад. Мы его делали на коленке, ну, по классике, типа, для того, чтобы что-то проверить, надо сначала сделать на коленке, посмотреть, дойдет или нет, и потом уже можно что-то бировать. На коленке мы сделали Bright Journal на основе WordPress, то есть WordPress — платформа, которая позволяет хорошо такие ресурсы создавать, и начали постепенно заполнять. То есть у нас есть офлайновая версия Bright People, где мы как раз рассказываем про фитнес, про какие-то техники, какие-то советы по здоровью. И мы начали постепенно статьи перекидывать на Bright Journal. По рассказу тому, как человеку пользоваться клубом, какие вопросы его волнуют, мы на самом деле начали в это вовлекаться примерно месяца три назад. То есть так прям плотненько. Исключая там какие-то моменты, клиенту показывать, как, к примеру, совершить онлайн-охлату или еще что-то. То есть так, чтобы это было в рамках регулярных публик, у нас началось месяца три назад. То есть когда мы, в принципе, пересмотрели подход к контенту. Но, наверное, начну по порядку. Я же не зря рисовала свои слайдики. То есть первое, зачем нужен образовательный контент, если все смотрят танцы в ТикТоке? Для чего? Типа, зачем это создавать с точки зрения охватов и вовлеченности, если народ просто открывает ТикТок, смотрит, смеется, смотрит на котиков, лайкает, делится и, в общем, забывает об этом моментально. В этом доле истина есть, но не на совсем. То есть любой самоверщик скажет о том, что в своем контент-плане мы должны давать клиентам там из серии 40% смешной информации, 40% полезной, 20% рекламной. Ну, это классика жанра. Ты берешь самоверщик, он тебе выкатывает эту табличку и говорит, ну все, погнали. То есть здесь никто Америку не откроет. Но ключевое – это что именно полезно, что именно смешно и как это именно все оформлять. Смешное же тоже может быть показано с разных подходов. То есть если рассматривать более подробно, то прямая реклама работает на кратокосрочную, нативная реклама играет на длинную дистанцию. И как раз способ обучения клиентов – это один из способов нативной рекламы, когда ты показываешь фитнес с точки зрения экспертов. Типа, мы готовы сделать все для твоего удобства. Вот, посмотри, как у нас здесь, посмотри, какие у нас админы, посмотри, какие у нас бежевые, обходительные тренеры. И, в принципе, у человека так постепенно доверие возрастает к бренду и, соответственно, больше шансов на то, что он с нами останется и совершит покупку. Ну и третье – смешные ролики. Они веселят, они создают приятные флеры. И они также через смешные ролики могут зашиваться какие-то обучающие штуки, которые будут не просто тупыми, упал тренажер, все посмеялись. Нет, на которые могут показывать какие-то смешные ситуации, которые тренеры наблюдают ежедневно на клубах. И, соответственно, клиент себя в этом узнает, ему это нравится, и он готов эту тему подтверждать. По поводу полезного контента, почему мы бы не делали таким вот прям обучающим раньше, потому что, ну, как у всех людей, у большинства людей, работающих в фитнесе, кажется, что типа мы все уже все знаем. Любой человек все нагуглит. Все умеют плавать. Все знают о том, что у тебя есть вопрос, подойди к дежурному тренеру. Все знают, как выглядит дежурный тренер. Вот красная футболка, вот к нему иди, он тебе все покажет. Все знают о том, что там в мобильном приложении расписание, зачем это освещать. И первый толчок был, у нас проходила видеосъемка рекламного ролика, и как раз в серии, которых мы снимаем, у нас была прекрасная съемка в бассейне, было много красивых девочек, то есть мы специально выбирали таких самых харизматичных, купальники красивые, шапочки, очки. То есть все было по феншую. Кроме одного, оказалось, что одна девочка, которая играла главную роль, она не умела плавать. То есть мы учили все. Кроме такого маленького, маленького крохотного момента, когда человек, который должен красиво проплыть по бассейну, по дорожке, не умеет плавать вообще, и он панически боится воды. Это было... Она когда соглашалась на эту роль-то, она как бы... Наверное, она думала, что можно будет просто, знаешь, так красиво выйти, и воды по тебе истекают, там капли, красиво все отражаются, но нет, ей нужно было плавать, причем плавать на спине, то есть довериться воде, расслабиться, вот эти вот плавные, неспешные движения. Там вышло... Мы этот ролик не выпустили, то есть он остался для нашего личного архива, но первый пункт, который был, блин, не все умеют же плавать. А почему? А почему? А вот почему человеку, которому больше 20 лет, он до сих пор не научился плавать? И как раз с этого момента у нас началась раскрутка, мы начали поднимать вот эти вот банальные для нас вопросы и искать на них ответы. Мы находили. То есть мы с помощью этого контента, как ты уже упоминал, начали решать проблему клиента, потому что клиенты к нам идут не за красивыми тренажерами, не за панорамными видами, то есть это все важно, но это не играет ключевую стоимость. Ключевая стоимость – это то, как фитнес-клуб умеет решить его проблему. И как раз, когда мы решаем какие-то страхи его, когда мы отвечаем на их вопросы, когда мы развенчиваем какие-то мифы, мы клиенту даем понять о том, что вот мы тебе все покажем, все расскажем, просто вот возьми себе рейс. Главное – дойди. Ты можешь просто дойти до админа, там мы тебя встретим, и мы уже все возьмем в оборот. То есть если разделить глобально, то полезный контент Братфит делится на ключевые направления. Это рубрика как раз про страхи, ошибки и мифы клиентов. Мы используем разные форматы, начинали мы с фотоформата, просто понять для того, чтобы понять, насколько эта тема теплая для клиентов, и насколько они это будут комментировать и откликаться. Когда мы поняли о том, что тяга есть, мы перешли, соответственно, на видео-контент. То есть мы берем тренера, выкатываем список вопросов, эти вопросы мы предварительно запрашиваем наших клиентов через сторис и собираем обратную связь, и дальше, соответственно, тренер в спокойном манере рассказывает это все. Подача… А можно я здесь сразу у тебя уточню? Вот тренеры, которые перед камерой говорят, это разнарядка, или вы выбираете, или они с нами приходят и говорят, я хочу, я могу. У нас есть ряд тренеров, которые участвуют в темках постоянно, мы точно знаем о том, что им эта тема нравится. Они с нами уже привыкли, они уже знают, как работать, что работать и насколько нужно вовлекаться. То есть у нас исключилось 3-5 человек. Если нам нужно больше, соответственно, мы уже бросаем клич, кто откликается. То есть внутри 5 человек, это у нас есть стабильно, которые работают хорошо, которые работают отлично, у которых очень подвешенный язык и грамотная речь тренера. Не просто он там сказал, ну, ты это делаешь, руку разгибаешь туда-сюда, локоточки, ручочки. То есть у него речь грамотная, поставленная. И, соответственно, когда он рассказывает, то есть клиент понимает о том, что да, вот к этому человеку я могу доверять, и, соответственно, этому бренду я могу доверять. А пишут они сценарии сами или вы им даете вот спичи, да? То есть что говорить? Например, если разбирать страхи, ошибки, мифы, то вот, к примеру, наш самовымщик, он предварительно выкатывает эту рубрику в сториз и наши клиенты накидывают вопросы. Дальше мы этот список вопросов формируем на листике и отдаем тренеру. После этого тренеры, так как у нас тренеры преимущественно высшей категории, это все рассказывают, они готовят самостоятельные ответы и самостоятельно это все рассказывают. Если, к примеру, брать рубрика ниже, которую я упомяну, это рубрика про тренировки, когда мы клиенту показываем, как можно прокачать тюльную мышцу групп, группу мышечные, наоборот, то там дополнительно включается супервайзер, который проверяет итоговое видео на то, насколько оно правильно, грамотно все сделано. То есть у нас двойной этап, это первый, когда мы выбираем лучшего тренера, и второй, это супервайзер, который топчик над всеми, он проверяет это видео, все ли там корректно, все ли замечательно. Если оно прошло два этапа виза, мы это выпускаем. Бывает такое о том, что тренер может договориться, все мы это понимаем. Если там, к примеру, оговор просто незначительный, то мы это пропускаем. Если там какое-то даже налег на нарушение техники, мы это видео не выпускаем. Потому что неправильную технику демонстрировать на 20 тысяч человек, это ужасно. Мы за безопасный фитнес, мы не за то, чтобы люди себя калечили. Ну вот как раз, да, второй этап – это тренировки на отдельную группу мышц, которая подходит для самостоятельно тренирующихся людей. То есть нам же надо учитывать о том, что у нас есть люди, которые принципиально тренируются самостоятельно. Либо они давно в фитнесе, либо недавно. Им эти видео удобно выкатываются. То есть в дальнейшем мы планируем делать курсы. Мы объединяем, к примеру, разные тренировки, которые мы выпускали поштучно. Мы дальше это объединяем в курсы, и человек может бесплатно получить этот курс и в рамках этого курса прокачаться. То есть это будет уровень чуть выше, когда у нас уже набран пул тренировок на разные группы мышц, и мы можем дальше формировать их под разные потребности. То есть тоже клиенту не нужно будет ничего делать, он просто, грубо говоря, пробивает рубрику и выбирает, что ему интересно. Напоминает по принципу, как Тинькофф ряд своих статей объединяет уже обучающие курсы по инвестированию, по покупкам, по, допустим, по тому, как брать ипотеку, выпускать это в рамках отдельных курсов. То есть делать дополнительный продукт. Есть еще в целом про фитнес, это аудио-видео подкасты на ютубе. Ты у нас был первым гостем, ты знаешь, что это. То есть там рассказывается в целом про фитнес и про активный образ жизни. Нельзя сказать, что это прям образовательная рубрика, она скорее информирующая о том, что тренироваться и жить ярко легко. Вот посмотри на этих линий, они могут ответить на дополнительные вопросы. И тем более мы в последнем ролике мы привлекали кроссфитера, одного из наших самых известных, и он рассказывал про это направление, рассказывал подробно, что, как, почему, чем отличается от других направлений, почему эта тренировка пользуется таким спросом. То есть это тоже такой на 20 минут был монолог человека, который собрал самые такие популярные вопросы и оформил их в видео полезного контента. То есть этот материал мы преимущественно опубликуем на ютубе и, соответственно, прокачиваем этим наш ютуб. Люди, которые привыкли смотреть лонги, длинные форматы видео, они могут перейти туда. Тем, кому интересно покороче, мы для них снимаем отдельно маленькие коротуши в инстаграме и постим там, вайги-тв, там 2-5 минут, дольше 5 минут обычно не смотрят. То есть я правильно понимаю, что вы в ИГТВ делаете 2-5 минут, а в ютубе длиннее? Да, да, да. 15 минут, а в ИГТВ... Конечно, потому что люди идут в определенную сетку за определенным типом контента. Если хочешь поражать, ты идешь на ТикТок. Если хочешь посмотреть что-то длинное, вдумчивое, ты идешь на Ютуб. В Инстаграм в основном идут либо за короткими видео уже разного направления, либо за текстами, то есть тексты и фотографии. Четвертый тип контента – это лонгриды для тех, кто как раз предпочитает воспринимать информацию через текст. Есть у нас офлайн-версия – это Bright People, журнал, который мы выпускаем раз в 3 месяца, и Bright Journal Online, который как раз мы начали раскачивать год назад. Мы его раскачивали сначала постепенно, мы его наполняли контентом, и в основном туда размечали информацию, которая у нас дублируется в Bright People. Недавно мы нашли редактора, удаленщика, который как раз прокачивается в теме фитнеса, и теперь мы ему предоставляем все контакты наших людей, наших специалистов, он формирует список тем, и дальше в рамках вот этого контент-плана он публикует на самом журнале. После того, как он публикован на журнале, мы дублируем информацию с краткой сводкой, тезисами в Инстаграм, и также отправляем пушики по клиентам. То есть там более научная информация, представлена более научным языком, про добавки, про какие-то жизненные, про мотивацию, то есть это то, что люди могут не найти в интернете, они могут найти у нас. И в дальнейшем мы этот журнал будем раскачивать как отдельный портал, не только в рамках нашей сетки, но и в принципе на всю Россию, потому что это еще один способ коммуницировать с клиентом, и еще один способ в принципе этого клиента привлечь. Ну и в дальнейшем мы будем про результаты. Скажите, пожалуйста, вот сюда вопрос. Вот эти лонгриды, которые не про клуб, а в целом, например, про добавки, про питание, про здоровье, они востребованы. То есть, ну, наверное, сложно... Да, насколько читают. То есть вопрос в том, что читают ли люди, подготовленные брендом, контент, относящийся не к деятельности бренда, если это можно пойти почитать какого-нибудь там этого ютубера великого по добавкам, я не знаю, доктора Пик. Да, конечно, так можно сделать, если, к примеру, у тебя такой формат привычный, тот же самый ютуб идти, либо еще куда-то, но про фитнес, вот таких вот прям журналов, которые обновляются постоянно и которые выкладываются, их не так много. То есть есть классическая, это спортвики, где, в принципе, собрано очень много информации про тренировки, про режимы и про прочие. И есть очень много копирайтнутых и рерайтнутых статей, вот этих псевдоспециалистов, которые просто наводнили интернет. Грубо говоря, ты начинаешь гуглить, окей, какие добавки принимать, и там обычно первый вступительный абзац, спасибо тем временам, когда оплачивали за тысячу символов, он начинается однажды, проснувшись утром, ты понимаешь, что что-то пошло не так. Длиннющее вступление, непроверенная информация, чаще всего она не подтвержденная специалистам, и нет доверия к этому человеку, который тебя сразу отправляет, вот сдай 150 тестов, вот закажи на iHerb сразу вот эти, вот эти, вот эти добавки, принимай их все, не глядя, по списку, это же нормально, все же так делают, и будет тебе счастье. То есть мы в своих источниках используем точно проверенную информацию, потому что у нас есть наши диетологи, которые у нас курируют другие проекты, у нас есть те же самые психологи, которые с нами сотрудничают, у нас есть наши тренеры, наши специалисты, то есть наша информация точно проверена. Ну то есть, не, 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 смотрят ее в итоге? Вот, насколько это популярно на данный момент, мы по разным рубрикам публиковали, в принципе смотрели на открыток аудитории, пока не так заходят, как нам хотелось, и в этом у нас есть повод не отказываться от самого портала, а дальше работать конкретно над его развитием и продвижением, то есть менять формат подачи информации на Инстаграме для того, чтобы переходили, перевести, возможно, тоже соединить с видеоконтентом, для того, чтобы люди, первоначально привлекло их внимание, они досмотрели и перешли, и также прощупывать то, что идет сейчас популярно в сетках, под постами обычно блогеров, и оттуда она выбирает темы, вот, к примеру, после последнего анализа блогеров популярных, я поняла, что в принципе есть одна тема, которая достаточно чувствительная для аудитории, на которой всегда вызывается много откликов, соответственно, составила пул вопросов, отправила человеку, который занимается этой темой, это психологиня, психолог-психологиня, как можно, я откажу психолог, вот, и дальше она выдает консультацию по всем этим вопросам, и это будет оформлено в статье тех проблем, которые волнуют молодежь, преимущественная молодежь до 25 лет, и, соответственно, если на нее откликается у блогеров, на моя теория, если у блогеров заходит, если вызывает такой резонанс, значит, надо попробовать и посмотреть, насколько это вызывает резонанс у нас, то есть дальше идет метод экспериментов. Окей, пошли дальше. Так, юмористические ролики в стиле TikTok, ну да, мы снимаем преимущественно для сторис, потому что снимаем без продакшена, когда наш туманчик выезжает в поля, и снимает ролики на тему, как не надо тренироваться, как не надо использовать тренажеры, почему стоит обратиться к тренеру на вводную персоналку, почему стоит под этим дежурному тренеру, то есть эти ролики забавные, смешные, и, в принципе, они у человека, по охватам они набирают лучше всего, скажу честно. По популяризации бренда они тоже набирают отлично, но не могу сказать, что они вот прям суперполезные, они веселые, они веселые, там где-то как раз клиент может узнать себя и может найти свои ошибки, которые допускает каждый из нас в зале. То же самое, как у меня, по-моему, да, ты же видел ролик, как мы отдыхаем во время подходов. Все мы так отдыхаем во время подходов. То есть это как раз из смешного. И новая рубрика относительно недавнего юбилей, это про людей Брайта. День с тренером, день с менеджером, день с администратором. То есть когда человек-самомемщик, он дает задание, к примеру, тренеру, и тренер прям с самого утра, как он проснулся, он снимает эти сторисы, он снимает свой поход на работу, как он тренирует людей, как он дает обратную связь. И дальше идет промежуток, когда мы собираем вопросы к тренеру, и тренер сидит перед камерой и рассказывает, что, как, почему, какие вопросы у него у этой аудитории, он на них всех отвечает. Вот на вот эту вот рубрику у нас охват был отлично, потому что у нас на 25 тысяч человек, на тот период было 23 тысячи, посмотрело больше 12 тысяч. Нормально. То есть это именно... Я так понимаю, что это совмещение как раз принципа обучения с принципом сериала. То есть человек начинает посмотреть на видео других людей. К этому приручили блогера. Вот посмотри, я так делаю, так делаю. Для нас это... Мы же все говорим о том, что мы не смотрим телевидение. На самом деле мы смотрим, просто ты извинила свой формат подачи, мы смотрим в Инстаграме за чужой жизнью, как это все происходит. И, соответственно, мы так к людям становимся ближе, и мы даем им показать, что вот все, у нас работают такие же простые люди, вот так они живут, вот так они строят свою жизнь. Дальше у нас аналогично будет день с менеджером, день с администратором, возможно, день с маркетологом сделаем, день с клиентом. То есть это рубрика, которая долгоиграющая, и на которую можно много собрать информации положительной. и обратной связи от клиентов. Это, в принципе, по онлайну я тебе все рассказала, и хотела добавить про оффлайн. Год назад мы начали сандертизировать все свои фиши рекламные на секции, и столкнулись с такой проблемой, что большая часть секции описывается по принципу, табата это многофункциональная тренировка, на которую вовлечены где там сто пятьсот мышц, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Текст с мелким шрифтом, три абзаца, и снизу там запись к тренеру и через номер телефона. Мы ушли. И читаешь, и ничего не понятно. Да, мы ушли. Это было очень болезненно для всех людей, которые занимаются самими тренировками, которые преподавателями, потому что они считают, что если ты максимально подробно с научной точки зрения опишешь, что человек там получит, больше шансов прийти. Мы перешли сейчас на рекламу, где мы описываем в трех предложениях проблему, которая решает это направление, и запись через мобильное приложение. Все. И ссылки на то, чтобы скачать мобильное приложение. Все афиши и секции, да, у нас переделаны теперь под такой формат, мы категорически изобреваем все предпосылки к тому, чтобы перевести обратно в научный текст. Мы пишем о том, что вот тренировка табата подходит для тех, кто любит зажигать, любит пройти много упражнений за один раз и хочет потратить кучу калорий, допустим. То же самое идет по аэробике и по всем остальным направлениям. И это та проблема, которая показывает человеку о том, что да, наконец-то, наконец-то я понял, что там какое-то непонятное непонятное название. Непонятное, да, да, да. Что это про меня. Да, 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 да. Окей. Юль, у нас время, поэтому давай что-то еще покажем. Да, здесь дальше мы по картинкам о том, как раз, как мы это все начинали, со статикой, с видео, с ошибками новичков. В принципе, по обратной связи видно, что народ туда откликается. То есть комментарии есть и комментарии есть в личках. То есть есть тема, которая не заходит, мы их отшиваем сразу. То есть у нас где-то две рубрики экспериментальные в рамках месяца. Если они заходят, пролонгируем, не заходят, отклоняются. То есть, ну, этап пропо-ошибок. Ну, там нормально, да, тесты идут. Да, конечно, конечно. Это все на тестирование аудитории. С тем живыми будет, ну, там, три-четыре в лучшем случае. Зато, ну, это самые живые вычленить. Ну, да, 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 да. Так, окей. Ну, что, спасибо тебе большое. Вы большие молодцы. Понятно, что одиночный клуб, можно сказать, я себе продакшн-то и режиссера, ой, редактора на журнал не посажу, но тут, коллеги, у меня мысль такая, что обычно в любом клубе всегда есть какая-то звездочка, тренер, девушка, девочка или мальчик, которые хорошо и много пишут инициативно. И из этого человека можно сделать лицо клуба, который будет вести сериалы. про здоровье, про еще чего-нибудь, про еще чего-нибудь. И для этого не нужен специальный, вот как у ребят, копирайтер, который находится где-то там на удаленке, потому что, ну, я понимаю, что количество тематик и объем контента, который нужно выдавать, брать фит, он сильно выше, чем объем контента, который нужно выдавать на 700 клиентов клубу, там, на 600 квадратных метров. Я могу сейчас еще, наверное, добавить, в качестве эксперимента мы раньше все соцсетки во всех городах вели самостоятельно. Месяц назад мы начали отдавать городам, где только один клуб, на ведение самостоятельное. То есть, мы как раз скинули запрос к тому, кому нравится вести Инстаграм, кому нравится публиковать посты, кто хочет проявить себя. И в каждом клубе у нас откликнулось 2-3 человека, это обычно амбассадоры бренда, которым это интересно. И мы отдали Инстаграм полностью на их вест, обозначили границы, за которые не надо выходить, и дальше все. Они ходят по тренировкам, они сами все снимают, они снимают отзывы клиентов, пришел новый мерч, они снимают себя в мерче, то есть, они все делают самостоятельно, прекрасно. Мы же не можем одновременно разорваться на все клубы, а здесь, получается, люди сами хотят себя показать, и себя включить. Да, 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 и делать эффективнее. Все? Я все расписала. Спасибо тебе большое. Да, очень много, очень полезно, супер. В общем, желаю вам сжечь, так сказать, контентом дальше. Будем сжечь. Да, жгите. Пока-пока. Да, Юлю, отключаю, и хочу пригласить теперь Андрея. Андрей, у тебя сейчас приглашение, где-то вот должно маякать, или значочек камеры, ты его подключаешь. Андрей Сиран, директор и сооснователь клуба атмосфера во Владимире. Здравствуйте, Андрей Владимирович. Здравствуйте, здравствуйте, Илья Баськович. Меня слышно? Да, тебя слышно. Мы с Андреем находимся в расстоянии двух километров друг от друга в одном городе, вот, и надо мне до вас доехать сегодня уже. Где-то там на югах еще, да? Я вчера оттуда вернулся. Вот, расскажи, пожалуйста, я знаю, что у вас один из самых технологичных онбординговых проектов, которые я, во всяком случае, встречал, он сделан, ну, там, достаточно мощно. Вот расскажи, что он на себя представляет, зачем он сделан и как он работает? Ну, я бы начал вообще с причины зачем и почему, вот, и, ну, я считаю, что мы очень прям много внимания уделяем вопросам удержания, адаптации, вот, и если так базово разделить, вообще, у фитнеса две, ну, у любого бизнеса даже, так, две основных функции, это привлечение клиентов, то есть, ну, до момента продажи и удержание после того, как они купили, чтобы они остались с нами надолго, вот, и если про привлечение у нас более-менее в индустрии все хорошо, то есть, мы там умеем, ну, мы достаточно сильно оцифрованы, у нас там всякие CRM-системы, там, сквозная аналитика и прочее, там, умеем считать ROI и так далее, вот, конверсии, там, то все, что касается удержания, с этим прям большие-большие проблемы, вот, я как бы этой проблемой, в общем-то, и занимаюсь уже там второй, там, третий год, вот, и в рамках клуба, ну, мы много чего в этом плане делаем, экспериментируем, и могу поделиться нашими изысканиями. Первая мысль, что удержание не равно продление, то есть, чаще всего наши там менеджеры, руководители думают именно про продление, то есть, продлиться, не продлиться после окончания срока абонемента, а нужно говорить об удержании, все-таки это процесс, который начинает с самого начала в физическом удержании клиента в клубе, и он, ну, по сути, тут же может перестать ходить к нам, и, то есть, перестав ходить, он тут же, грубо говоря, говорит о том, что он у нас не продлится, и поэтому влиять на это надо с самого начала, вот, и если так вообще как-то пытаться отструктурировать, то я считаю, что процесс удержания, он состоит из трех таких этапов, если первый этап это адаптация, собственно, про то, что мы сегодня говорим, это онбординг, когда мы его там, в принципе, посвящаем в рыцаре нашего фитнес-клуба, вот, второй этап это вовлечение, когда мы уже, он освоился, и мы начинаем накидывать ему разные какие-то варианты, как ему получше, какие-то цели его поставил себе, там, какие-то новые виды тренинга и так далее, и дальше, собственно, уже само удержание начинается, когда он уже научился, адаптировался, и дальше просто мы его держим, то есть, по моим оценкам, первый этап этой адаптации он занимает там 30-60 дней, вот, следующее вовлечение где-то 3-6 месяц в клубе, и дальше уже процесс удержания, вот, и вот этот первый период, он очень, очень, очень важный, по сути, ну, я считаю, что вот адаптация это критически важная стадия процесса удержания, то есть, если мы не начинаем заниматься с клиентом с самого начала, если мы, как раз, не делаем ему онборзнак или адаптацию, то, по сути, мы плюем на него и бросаем, и в классическом случае, то есть, что у клубов есть для вот этого адаптации, это какая-нибудь там вводная инструктаж, или бывает чуть получше какой-то блок тренировок, но в основном это такой прям вот, ну, пришел, вот тебе тренажер, вот так на нем делать, делай дальше сам, вот, мы как-то для себя решили, что мы этим будем прям клубом в лоб, скажем так, чаще всего этим заниматься, потому что надо что-то пилить, какой-то контент, что-то делать и так далее, плюс технологически это очень сложно организовать, ну, вот мы за год этим занимаемся и как бы подошли к тому, что это все на самом деле делается, это развивается, улучшается и так далее, вот, если у нас это называется погружение, то есть программа адаптации в формате игры, в формате такого гида по клубу, в текущей версии она идет 30 дней с момента активации контракта, вот, сейчас мы это очень сильно там меняем, я вам сейчас коротко расскажу, вот, какие цели мы решаем, какие, вернее, задачи мы решаем во время адаптации, во время погружения, то есть первая задача это, собственно, формирование привычки регулярно заниматься, вот, потому что регулярно посещать клуб, ну, думаю, что все коллеги знают, что посещаемость, то есть количество визитов в месяц, там, или критически важный фактор вообще продления, то есть есть исследования многочисленные, там, которые говорят, что если меньше 4 раза или менее, то есть реже, чем один раз в неделю клиент входит к нам в клуб, то вероятно, что он не продлится, там, 80-85 процентов, близка к 100, а если входит чаще, то прям противоположно, по нашей статистике, там, наоборот, если входит, там, 5 и больше раз, то он продлится с вероятностью 80 процентов, поэтому, ну, главное заставить человека, собственно, ходить в клуб, это первая задача, которую мы решаем, собирать привычку регулярно заниматься, максимально ему в этом помочь. Вторая задача, которую мы решаем в рамках онвординга, адаптации, это знакомство с клубом и его возможность, потому что, ну, особенно мы полноформатные клубы, а люди пользуются, там, ходят только в бассейн, плавают и все, он больше ничего не знает, там, куча наших всяких интересных вариантов тренинга, о каких-то там бонусных системах и прочих, и прочих, поэтому мы его вот в течение этого месяца стараемся максимально ознакомить с тем, что у него уже, собственно, включено в карту, плюс какие дополнительные возможности платные у него существуют. Это тоже важно, и там куча кейсов, куча отзывов, которые мы получаем, постоянно обратную связь собираем, что если бы не ваша программа погружения, я бы никогда в жизни не попробовал йогу, это так круто, я тут на нее хожу. Если бы не ваша программа погружения, я бы не пошел в бассейн, не попробовал, теперь я так влюблю бассейн, это прям вот сотни таких вот откликов, и мы понимаем, что действительно это польза, людям надо просто их подтолкнуть, чтобы они попробовали что-то новое. Поэтому мы задачу это решаем, и плюс знакомим с клубом со всеми возможностями. Следующая задача важная тоже, это социализация, то есть это в принципе, если у нашего клиента не появляются там друзей, знакомых в клубе, это прям очень критический фактор оттока, тоже есть куча исследователей по этому поводу, и у Йорс, и у других там больших там зарубежных компаний, которые подтверждают, что вероятность удержания при наличии друзей, знакомых намного больше. Поэтому именно групповые программы, когда люди ходят на групповые программы, это хорошо, потому что они там знакомятся, и люди, кто ходят на групповые программы, чаще остаются в клубе. Самый первый знакомый, друг, который может выйти в клубе, это собственно тренер, потому что если мы на пути встречается тренер, он с ним как-то знакомится, он знает, что его зовут Вася, и он может к нему обратиться. Поэтому, ну и кроме того, желательно, чтобы он познакомился с другими людьми в клубе, и как-то начал с ними Сейчас об этом тоже коротко расскажу, как мы этот вопрос решаем. Ну и четвертый, наверное, последний по значимости задачи, которые обычно все только об этом думают, это, собственно, конверсия в дополнительные спортивные услуги. Раньше в моей голове было, что инструктаж или вводные тренировки, БПТ, как мы их называем, это только для того, чтобы конвертнуть в персональный тренинг, и типа, если я конвертнул, зашибись. Сейчас я как бы, это важная задача, но она для меня самая последняя по значимости, потому что если мы предыдущие задачи решили, то это тоже будет работать намного лучше, чем просто, если думать о конверсиях. Как это, ну, что можно сделать, из чего начать? Ну, я здесь разделил на несколько блоков. Первый блок – это, собственно, сам продукт адаптационный, то есть какие услуги мы предлагаем клиенту. Тоже есть исследование по Ола Бетфорда и там на огромной выборке, там, в несколько тысяч клиентов, там, в сетях, в английских, которые он проводил, где там одной группе новых клиентов предлагали, там, один вводный инструктаж, а другой группе предлагали четыре тренировки с тренером, причем они там не все были часовые, там, каждое следующее было, там, 60, 30, 20, 10 минут, и они потом следили за удержанием, потому что у них же, ну, регурент на платеже ежемесячный, то есть клиент либо продлился, либо не продлился, ходит, не ходит. Вот, и там до 70% выше было удержание тех людей, у которых было четыре персоналки, четыре контакта с тренером в первый период, первой неделе после начала активации контракта, чем по сравнению с тем, у кого этого не было. Ну, это логично, потому что если, ну, за одну тренировку тренер, он не успевает ни показать свою экспертность, ни продать себя, ни как-то наладить контакт с клиентом, ни, там, ну, по сути, ну, это, как бы вы ее не скриптовали, это всего лишь, там, 60 минут, и, там, даже чаще это реже, ну, ни одна задача не решается, поэтому у нас, у всех клиентов четыре тренировки входят, они, как бы, у каждой тренировки есть своя задача определенная, там, первая – это знакомство, это чекап, ну, функциональный диагностик, вторая – это мы, там, даем кульсометр тренировки, уже проводим тренировку, там, под его задачи и так далее, то есть, как бы, есть определенные этапы, на которых решаются разные задачи. Соответственно, конверсия после того, как мы это ввели, выросла и значительно в БПТ, в смысле, в БПТ в платные уже тренировки, и посещаемость тоже выросла этих людей, которые, ну, мы подтверждали, что это работает. Некоторые клубы, вот, ну, я знаю, что, ну, которые у нас все-таки такой премиальный клуб, мы там, у нас 49 500 стоит абонемент годовой, вот, и поэтому, как бы, мы можем себе это позволить, и у нас там 30% вовлеченность в персональный тренинг. Некоторые клубы, которые, там, где тренеры на аренде, я знаю просто, одна, там, моя любимая московская сетка, вот, у них, они делают, у них мини-группы, то есть, у каждого тренера есть своя мини-группа такая адаптационная, вот, причем есть мини-группа, где вам просто какой-то такой базовый, базовые какие-то комплексы показывают, есть прям конкретные задачи, там, этот тренер лучше всех мини-групп скачает попу, этот, там, лучше всех, там, худеет и так далее, то есть, и он набирается эти мини-группы, они бесплатные, то есть, тренеры ничего не получают, но для тренера это очень крутая воронка продаж получается, и это тоже круто, потому что сразу, во-первых, решает задачи контакта с тренером и знакомство с другими людьми, потому что это мини-группы, и они там все вместе встречаются, уже появляются друзья, Поэтому формат вот таких мини-групп для новичков, он тоже очень крутой, и главное это там грамотно продать тренерам. Это как бы что касается именно фитнес-продукта. И следующий этап, по сути, который мы столкнулись, который как раз всем клубам обычно в лом делать, это, собственно, запилить контент, то есть такой гид по клубу, какие у нас есть виды тренинга, какие у нас вообще там массажисты классные, какое у нас там кафе, какая у нас бонусная система и так далее. Мы как раз в рамках погружения присылаем посты с этим связанные. Поскольку мы этим давно уже занимаемся, у нас уже накопилась достаточно большая база данных, скажем так, база таких, причем это делаем в формате таких статей, как 7 способов сэкономить в атмосфере, условно говоря, где мы рассказываем про бонусную систему и так далее. Вот. И мы сейчас уже, по сути, создали такую атомную википедию, мы там называем Дашкопедию, потому что Даша, которая занимается ее созданием, как бы, вот, которая, по сути, такая в телеграфии сделанная, структурированная такая серия статьи, которая там, ну, с оглавлением, куда можно зайти посмотреть. И клиент в любой момент может, если ему какую-то информацию хочется получить, он может быстро в ней покопаться и найти все интересное. А в процессе вот этого вот погружения мы ему там эти статьи присылаем. У нас это реализовано в формате чат-бота, в формате, который, ну, такой структурированный контент-план, в котором есть игровая составляющая, там, есть вот эта информационная составляющая, контент, связанная с клубом. Вот. Есть задание пройти определенные тренировки, вот этот процесс адаптации, он там, как бы, структурирован в формате такого квеста, игры, там, гида по клубу. Вот. Мы уже больше года, мы в начале 2020 года этот проект допустили, он у нас идет, он очень успешен. Могу, как бы, поделиться статистикой, которая у нас есть. У нас вообще в целом, если говорить про статистику из 100% новичков, 2% отказываются вообще от прохождения погружения. 98, соответственно, спускаем, 95 проходит не менее одной услуги, 72 проходит полное погружение, и всего 64% проходит с помощью этого чат-бота. То есть не все соглашаются, есть люди разные, которые, там, не любят, там, у которых нет телеграммы, там, бабушки, там, и прочее. Вот. В чат-боте 10% набирают максимальное количество баллов, то есть проходят все 8 заданий, зарабатывают максимальное количество бонусов, там, ну, и 20% набирают, там, ну, короче, слабо участвуют где-то около 40%, которые, ну, пассивные, как бы, то есть в целом народ активно участвует, причем, ну, разного возраста. Подожди, но 60% участвуют, то есть проходят. Да, у нас 60% от всех, кто приходит в клуб, включают бота, и из них 60% проходят и, по-моему, участвуют в этом во всем. Вот, соответственно, дальше мы сейчас меняем, как бы, а, ну, сейчас я еще такую интересную, там, кейс, скажу, вот, мы недавно внедрили, не могу не поделиться. Он такой офлайновый, вот, но важный, то есть вообще тема комьюнити, вот этого нетворкинга, она очень важная в клубе, потому что, по сути, почему нас люди выбирают, они могут бегать на улице, они могут заниматься своим весом дома, на площадке и так далее. То есть люди приходят все-таки в клуб за людьми, вот, и, как бы, это, по сути, в мире, в современном цифровом мире, это наше главное преимущество, которое с нами сохранится и с которым люди будут дальше к нам приходить. То есть за каким-то разнообразием, там, тренажеров и программ и за другими людьми. Вот, и поэтому дальше больше, я думаю, что тема вот этих нетворкинга, тема комьюнити в клубах, она будет все больше и больше значения иметь. Вот, я на это давно смотрю, я являюсь резидентом бизнес-клуба «Атланты», такой, один из крупнейших клубов России бизнесовых, ну, очень крутой, и там очень классная команда, они много внимания уделяют нетворкингу, онбордингу, я прямо оттуда, ну, тылю, грубо говоря, идеи, как бы, как бы, вот последняя штука, которую мы внедрили, как раз по примеру «Атлантов», мы теперь сделаем онбординги для новичков, это welcome вечеринка, welcome, на которую мы зовем всех, кто там за последние, там, два-три месяца пришел в клуб, и, ну, там, устраиваем такой фуршетик, ну, такой диджей у нас там присутствует, и мы, там, я рассказываю, там, где-то 30-40 минут про клуб, как раз мы про все, что есть, показываю всякие там видосы, такие вдохновляющие, рассказываю про все, что или не доступно, про все наши проекты, про продукты, про возможности, потом у нас там мастер-пласс, ну, с нашим кафе, где там они готовят какой-то смузи, там, ну, там, чилятся и как бы весело, ну, и все это, все время там ведущие вам постоянно всех друг с другом знакомят, короче, то есть вот цель этого всего – это познакомить людей друг с другом, показать им вообще все, что они, чем они обладают, вот, ну, и как бы закрыть их на потом покупку наших продуктов, потому что, когда ты сидишь, вот, перед тобой я стою, там, экран, и тебе рассказывают, фокус внимания максимальный, чем когда, там, мы ему, там, присылаем где-то, там, какие-то WhatsApp-сообщения, то есть там может пропустить, если бы он это не пропустит, то есть мы, как бы… Вы прямо там на Event их паркуете на какое-то закрытие, то есть вы им предлагаете, давайте мы вас прямо сейчас запишем на курс по сайклу. Ну, до такого мы еще не дошли, то есть это все в ненавязчивой форме, то есть мы там делаем, потом рассылаем Google форму, где спрашиваем, что вам… А, ну, да-да-да, вот. То есть мы так ненавязчиво это делаем, в любом случае, там, ну, мы вот закрываем, ну, уже конверсии были после первого опыта, прямо, ну, народ с удовольствием пришло там человек 20 у нас, но было июнь, такое еще пока сейчас лето, я думаю, что осенью на такую штуку придет прям очень много народу, вот, поэтому вот такая рекомендация устраивать такие онбординговые вечеринки для знакомства людей. Вот, по поводу продукта нашего, вот мы сейчас это погружение, это адаптация, перерабатывание, мы поняли, что вот эти 30 дней, которые мы сейчас даем, недостаточно, то есть люди это мало, то есть вначале мы даем очень много интересного контента, потом он заканчивается, и у людей поступает пустота такая, то есть вакуум такой информационный, вот, и плюс, по сути, как бы 30 дней это мало, то есть мы понимаем, что по сути вот эта адаптация-овлечение, это процесс такой бесконечный, вот, поэтому мы сейчас меняем формат, мы делаем теперь, у нас проект называется «Виртуальный наставник», то есть это такой чат-бот, привязанный к конкретному живому тренеру, то есть этот чат-бот от тренера Сергея Соловьева, условно говоря, да, или там Павла такого-то, да, то есть который подключает тренера на «Виртуальный наставник», мы говорим, что есть виртуальный наставник, вы в него можете со мной общаться, он будет присылать вам какую-то полезную информацию от меня, и я буду следить за вашей физической активностью, то есть я буду смотреть с помощью вот этого чат-бота, с помощью приложения, буду смотреть, как вы вообще там, сколько шагов, где ходите, сколько вы активны, буду вас подбадривать, то есть сейчас… То есть, Андрюх, я правильно понимаю, что это гибрид получается чат-бота и коммуникацию с человеком, то есть чат-бот выдает некий алгоритм, а человек смотрит, как клиент взаимодействует с алгоритмом и как это корректирует. Смотрит не тренер, потому что тренера у него много, то есть мы вокруг тренера, мы создаем такой комьюнити его клиентов, то есть они объединены сейчас вокруг него, у нас есть, ну, наше приложение «Skills», с которым есть норма физической активности, и если пользователь, допустим, выполняет ее, то чат-бот проверяет это, ну, не тренер, а чат-бот проверяет, типа он выполняет, пишет ему, о, чувак, ты молодец, ты хорошо двигаешься, или если он, например, не выполняет, он пишет, что нажми, ты там что-то расслабился, и как бы каждый день такие мотивирующие сообщения присылают, и плюс сейчас мы планируем ввести, как бы у каждого тренера будет лидерборд, ну, его клиентов, которых они друг друга будут видеть, кто сколько шагал, кто тренировался, вот, это тоже такая как раз тема комьюнити, где мы будем вокруг тренеров объединять клиентов, ну, с помощью как раз, ну, мобильного приложения, с помощью всяких девайсов, ну, там, то есть любой там пульсометр, который у них есть, он возможен, вот. Вот такая штука, мы сейчас ее как раз тестируем, сейчас тестовые группы запустили на тренера, как бы, как на клиентах сейчас, вот, создали несколько ботов, и сейчас эту прям активно тестируем, я думаю, что мы до конца лета ее зарелизим у себя и уже запустим на клиентах, будем хороводить их вокруг себя таким образом. Вот, в принципе, вот я рассказал все, что, наверное, хотел. Окей, слушай, ну, вы опять, конечно, придумали технологическое, в хорошем смысле слова, извращение, я про виртуального наставника, это, конечно, вы большие молодцы. Вы его сами придумали или это все-таки откуда-то что-то где-то подсмотренная история? Или вы просто адаптируете ту технологию, которая у вас работала до этого? Нет, ну, это полностью нами придумано, у нас есть, как бы, фитнес-продукты, это, собственно говоря, сама система, вот, тот контент, который мы присылаем, мы сейчас будем, в любом случае, это еще в рамках вот этого пути клиента, он вначале будет кастомизировать под себя, скорее всего, контент, то есть он будет смотреть, какие у него есть цели, то есть что его интересно, и дальше ему будет присылаться именно то, что ему интересно. Вот, это все сделано, ну, нами, плюс, ну, нашим же вот скиллз-приложением, то есть технологическая платформа, это вот скиллз и, ну, как бы, вся инфраструктура цифровая, которая есть там, которая, там, анализирует данные, которая, там, взаимодействует с приложением и так далее, чат-бот, ну, телеги, и, собственно, сам вот этот фитнес-продукт, который мы ему разжевываем и кладем в рот, ну, там. И эта штука будет работать, как бы, всегда, то есть это не будет история на один месяц, это будет история на постоянку, вот, мы сейчас еще само погружение расширим, будет, ну, он из нескольких этапов состоит, из нескольких уровней, как в игре, то есть там, то есть они, там, вначале первый уровень проходят, там, получают какие-то ачивки, потом дальше, там, следующий, первый уровень – знакомство, второй уровень – это у нас есть, допустим, такой проект «Атмосферные игры», это типа нормы ГТО похожие, там, и вот мы сейчас будем готовы к этим атмосферным играм в формате тоже игры, ну, то есть на второй месяц членства в клубе и так далее, будет такое постепенное вовлечение в разные истории. И дальше мы будем в этот вот, ну, этот чат-бот накидывать все наши продукты, там, про, там, похудение, невесомость, там, про здоровую спину и так далее. Ну, да, то есть кормить людей контентом. И самое прикольное в этом во всем, что это, ну, телега, в которой с обратной связью, то есть клиент прямо в телеге пишет вопросы, и у нас, кстати, ну, вот сейчас это так же, то есть это крутая форма обратной связи с клиентом, то есть он там в процессе вот этого погружения, он постоянно, если ему что-то надо, он пишет, и мы отвечаем, как раз вот у нас есть, то есть, по сути, мы создаем точку контакта, которая там лучше, чем соцсети, лучше, чем… И она персональная, то есть она, человек знает, что он пишет не куда-то там в этот самый, в общий чатик. Андрей, спасибо тебе большое. Я знаю, что работы у вас технологическая очень много, и для всех скажу, что атмосфера проводит стажировки, и ребята приглашают к себе, собственно, глубже закопаться во все вот эти вот вещи, вот, поэтому если кому-то охота разобраться вот с технологической составляющей онбординга, можно связаться, ну, со мной, я с контактю уже с коллегами, ближайшие, по-моему, 22-23 июля. Совсем скоро, через две недели, поэтому всех в гости приглашаю, а тебя приглашаю раствориться в нашем акватонике сегодня. Да, да, а мне надо, значит, так сказать, причинить себе часть фитнеса, да, вечером заеду обязательно, спасибо. Рад был тебя видеть. Поехали, спасибо. Да, коллеги, в общем, вот тема такая, что ковыряться в ней и ковыряться, и, собственно, я рад, что операторы, которых, ну, вот я достаточно неплохо знаю, эти усилия прилагают. Мы не все еще, у нас еще есть опыт Светланы и группы компаний «Фитнес-индустрия». Света, я бросаю тебе маячок, сейчас у тебя должен появиться такой, вас приглашают выйти в эфир, и можно попробовать в этот эфир, собственно говоря, выйти и подключиться. Вот. Пока ты подключаешься, я загружу картинку, которую ты мне присылала. Мне присылала картинку. Данный тип файла загрузить невозможно. Здравствуйте, Светлана. Привет, слышно меня? Да, да, слышно, ага. Так, что у нас с картинкой? Чего она не хочет загружаться? Данный тип файла загрузить невозможно. А, пардон, вру, виноват. Светлана Абакумова, директор по маркетинг группы компании «Фитнес-индустрия». Это, по-моему, 7 объектов в городе Ростов-на-Дону. Премиальный клуб «Прайм Спорт и Спа», первый фитнес и 5 клубов «Сор-Сити». 4 клуба «Сор-Сити», да, и у нас еще есть онлайн фитнес-клуб, это ее фитнес. Мы его продолжаем поддерживать и работаем с ним. Да, вот расскажи, пожалуйста, собственно, тот же вопрос, какой и коллегам задавали, да, с чего мы начинали. Как вы, почему вы пришли к этому? Отличается ли ваша мотивация чем-то от той мотивации, которую озвучивали Андрей и Юля? Ну и вот что вы делаете? То есть в чем состоит суть вашего онбордингового продукта? Вот картиночка, значит, одна и такая тоже загрузила. Я расскажу, картиночки на самом деле не планировала подгружать, потому что хотела сконцентрироваться именно на самом онбординге, но потом поняла, что, в принципе, наверное, мы движемся в одном и том же направлении, практически все фитнес-клубы чем-то похожи. Я думаю, что очень многие из тех ребят, которые сейчас слушают конференцию и сами что-то внедряют, аналогичное и подобное. Но раз мы здесь делимся своим личным опытом, да, расскажу. На самом деле онбординг, мы начали готовиться к нему, хотя я говорю о том, что мы находимся в стадии разработки. Наверное, после карантина, как раз-таки в сентябре мы создали первый свой проект относительно анбординга. Пока еще даже, кстати, в сентябре данной формулировки в фитнес-индустрии не звучало. Мы подготовили гайд по всем клубам, по каждому отдельно. Почему? Потому что столкнулись с тем, что клиенты, которые приходят в клуб, не пользуются очень многими услугами, например, такими, как не записываются на водную персональную тренировку, не проходят фитнес-тестирование, не посещают тот же самый бассейн, если он в клубе есть. О многих групповых программах просто не знают. В том числе, как мы подключили юфитнес и для всей сети, группы компаний, для всех членов сети, он является бесплатной платформой. Тоже им не каждый пользуется, то есть не регистрируется. Просто потому что не находится в фокусе внимания человека, и он фактически его пропускает. Для того, чтобы как-то это все более-менее сгруппировать, ты, наверное, вывел, да, путеводитель по клубу, в данном случае это путеводитель по прайму. Получается, получается? Я с телефона выхожу, поэтому… Вот это. А, нет, это ты гайд. Это ты гайд, мы потом покажем. Это путеводитель. А, по прайму, да, вот у нас схема. Да, ну, здесь видите, да, то, что мы начинаем путь с того, что нужно скачать мобильное приложение. Дальше рассказывать не буду, кому интересно скриньте экран. Ну, собственно говоря, можете сравнивать со своим путем прохождения клиента именно непосредственно в клубе. Я, соответственно, делюсь то, как это у нас происходит. И показываем человеку, то есть с чего он должен начать. Он скачивает мобильное приложение, потом записывается на фитнес-тестирование через тоже мобильное приложение, и дальше идет по шагам. Таким образом, мы его проводим по всем точкам, тем, где клиент должен получить для него ценную информацию. Гайду мы отдаем при покупке клубной карты, то есть по всем клубам. То есть это первый фитнес, и Prime SportsFi, и SportsCity. То есть по каждой. Он бумажный у вас? Это было, да. То есть это какая-то, ну, типа карта? Да, это было в 7-м, и он был бумажный. Затем тема у нас дальше продолжается. У меня, кстати, очень интересно, сколько человек сейчас присутствует в чате, я не вижу. Есть ли 35? 35. Вот из 35 компаний, у кого есть уже чат-бот, потому что мы его разработкой начали заниматься буквально недавно, говорили об этом очень давно. Но к чат-боту вот пришли, начали разрабатывать, наверное, было где-то в мае, была сделана архитектура. И в июне уже дали разработчику на проработку. То есть мы как раз-таки сейчас заполняем карточки клиента. То есть фактически это вот бумажный дайд послужил основой такой платформы для создания чат-бота. Но немножечко другая история, потому что в чат-боте мы что делаем? Мы проводим предварительный тур по клубу. У нас очень много информации, и я думаю, всех много фотографий, очень много контента. Мы хотим предварительно познакомить клиента и с тренерским составом, и рассказать о всех групповых программах, и рассказать о том вообще, что у нас есть. Но, как правило, когда человек коммуницирует с тем же менеджером по продажам, не все аспекты получается осветить. Ну и даже если освещается все абсолютно, у нас мозг просто не воспринимает всю информацию целиком, поэтому все-таки решили, что мы будем делать чат-бот, и, соответственно, уже распределили конкретно о клубе, минимизируем количество информации текстовой, и приводим это к тому, что делали 3D-туры по клубам, для того, чтобы максимально человека познакомить с визуальным наполнением. То есть это получается такой, знаешь, анбординг первой сессии. То есть прежде чем прийти в клуб, человек знакомится с ним через чат-бот. Я думаю, что в ближайшее время, где-то недельки через полторы, нам его уже отдадут, первую тебе скину, чтобы ты тоже протестил, посмотрел. Если коллегам интересно, то тоже вот этого поделиться. И дальше мы это будем транслировать, так как у нас сеть фитнес-клуба, мы, как правило, на одном откатываем у кого-то, и потом уже дальше делимся им с другими. Ну и дальше будем уже развивать. Ну и плюс ко всему, параллельно после конференции, которая проходила в Краснодаре, на которой ты как раз таки являлся основным спикером, одним из основных спикеров, подготовили еще информацию по визуализации по каждому пошагу. Зачем первая персональная тренировка? Что делать в бассейне? С чего начать тренировки? Как записаться на первую персональную тренировку? Вот такой перечень достаточно большой, ты делился своим файлом, в принципе, чем-то похожим. Мы его тоже подготовили, у нас эта целая информация есть по всем клубам, наверное, еще где-то месяца два назад мы видеофайлы все законсолидировали, отправили девочке, мы, например, по продажам это все отправляют клиенту при покупке выходной карты, ну, либо при раздумывании, то есть показать, какая схема проезда, как записаться на тренировку, как обойти через мобильное приложение, то есть расписали буквально все, сделали там снимки экрана, плюс ко всему приглашали видеографа, чтобы это было хороший, приемлемый концент, рассказали о каждом тренере, создали книгу с тренерским составом, полностью описывающим, кто какой тренер, чем занимается. И сейчас все-таки прихожу к выводу, что этого всего недостаточно. Клиенту вообще глубоко все равно, что у нас есть, как это все выглядит, как это все происходит. Ему все равно на наш, вот, по-моему, Андрей даже говорил, что все равно, какое оборудование, какие тренажеры стоят, какой круг вообще, из чего, у него есть проблема. И вот все мы говорим, и Юля говорила тоже про то, что есть проблема. И наша основная задача – это сделать, точнее, решить проблему клиента и сделать его лучше. Зачем он приходит? Любой человек, который ходит в петнескоп, приходит для того, чтобы стать лучшим. То есть, ну, фактически есть обучение как наше умственное, так и есть обучение физическое. Вот они приходят с этим физическим, по сути, обучением. И я сейчас буду перестраивать как раз-таки вот то, что сейчас находится в разработке, по целям. Цели не по сегментам, там, например, новичок, действующий клиент, либо, а вот конкретно цель. Есть у человека цель похудеть. И, соответственно, мы отправляем письма, там, например, там, ну, по-моему, тоже про цепочку писем говорил. Письма – первый этап. Это будет, и я хочу, чтобы эти были письма у нас как раз-таки подписаны. То есть, это первое письмо из пяти, для того, чтобы вы похудели. То есть, с чего начать? Первое письмо приходит. Одно, второе, третье, четвертое, пятая. То есть, такой структурный, системный подход без большой перегрузки человека той информации, которую мы ему готовы дать. И дальше ему, если интересно, он получает еще следующую информацию. Допустим, он похудел. Следующая проблема, с которой он сталкивается, как правило, это, например, тонус кожи, да, становится менее усиленным. Соответственно, мы здесь уже можем рекламировать услуги спа, массажа, обвертывания. Об этом уже дальше можем рассказывать. Свет, а технически это ветки в чат-боте? Просто ветки писем? То есть, он наверх... Чат-бот мы только начали разрабатывать. Да, я хотела бы, чтобы это было в чат-боте, но пока мы его еще не откатали. Да, пока это идет о email-рассылках, те, которые мы уже регулярно используем, с которыми мы работаем. И дальше это будет, конечно же, чат-бот уже при регистрации. Но пока, пока, как таково, я еще раз проговорю, мы его еще не разработали, поэтому говорю тебе о том, что мы находимся в стадии разработки. Но в стадии разработки не на далекое будущее, а вот у нас уже есть подрядчик, который уже этот функционал филят, делает, но в ближайшее время мы его должны будем внедрить. Ну и еще хотела бы тоже поделиться гайдом, который тебе скидывал, а ты хотела бы показать его самым первым. То есть это фактически тоже такой помощник для наших клиентов. Гайд по тренировкам в тренажерном зале и такой же гайд мы подготовили по тренировкам дома. Кому мы этот гайд отдавали? Мы отдаем подобный гайд всем новым подписчикам наших клубов, то есть в данном случае, например, спортсетям. И такие же гайды мы запускали и запускаем рекламу на Ахват, и когда человек подписывается на аккаунт того или иного клуба, он получает подарок гайд по клубу, либо же гайд по тренировкам дома. Каждый раз, когда мы что-то запускаем, мы понимаем, какое действие мы хотим от человека получить. Что в итоге? Понятно, что мы отправили, вроде бы это может пойти никуда. Но мы в первую очередь показываем, первое, это тренерский состав, который фигурирует на самом гайде. Мы рассказываем о том, что тренироваться нужно уметь, тренироваться правильно. И на самом деле, я думаю, что это большую часть наталкивает человека на то, чтобы потом в дальнейшем записаться к тому или иному тренеру на персональную тренировку. Потому что это… Андрей, да, по-моему, говорил, что в поисковых запросах больше всего идет как раз-таки, или ты говорил, информация на обучающий контент. Вот по сути… Ну, растет не больше всего, а растет доля запросов. Мы как раз-таки этот обучающий контент клиенту отдаем. Вот в данном случае это были подготовлены гайды, мы их тоже отдаем, и клиент пользуется ими. Мы тогда, кстати, когда запускали, это было, наверное, в мае, сейчас заново мы запускаем эту рекламу на охват, мы переросли на 35, по-моему, даже процентов без накрутки в аккаунте первого фитнеса, когда мы запускали рекламу. Когда вы обменивали гайд на подписку. Естественный прирост – это где-то 3% в месяц, это естественный прирост. А здесь мы значительно переросли, потому что людям интересно получать, и хочется какой-то маленький бонус. Они за это, по факту, ничего не платят, но тем не менее мы получаем более-менее целевую аудиторию, той, которой интересно тренироваться. О, молодцы, собственно говоря. Я думаю, что с учетом того, что само по себе чат-бота строительства в Телеграме это все-таки задача уже техническая, главную функцию вы уже выполнили. То есть вы как раз этот скелет, логику сформировали, а дальше уже дело, что называется, техники и работа рук. Правда, еще сам контент делать, это вот, ну, задачка не из простых. Вот. Свет, спасибо тебе большое. Да, продолжайте, что называется, в том же духе. И, собственно говоря, желаю вам больше контента с большим количеством конверсии от клиентов во имя этого контента. Потому что все эти задачи, конечно, они непросты. И надо понимать, что есть проектировать структуру и засценарировать контент, и снять контент и завлечь тренеров, то, о чем Юля рассказывал. Это, ну, задачки вот прямо, они не вот на вот так вот. И онбординг, конечно, в целом, друзья, это технология не объявить скипку 60% и получить, значит, так сказать, поток входящих лидов. Это технология более сложная. К сожалению, это очень сложная, да. Да, 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 да. Вот. Ну что, будем заканчивать? Тогда, значит, Свет, я тогда... Вот, друзья, напомню, что, значит, 9-го, 10-го числа в городе Ярославль у нас пройдет мероприятие по Global Fitness Forum в Ярославле. Он будет с онлайном. Вот, можно, собственно говоря, там посмотреть чуть больше всяких разных деталей. Да, приезжайте, подключайтесь в онлайн. Кто не знает, где все это дело находится, я сейчас сброшу ссылку в наш Global Fitness чат, где периодически вся эта информация дублируется. Где у меня ссылка в наш Global Fitness чат? Не вижу ссылку в наш Global Fitness чат. Сейчас сброшу чуть позже. Ну, я думаю, что там уже у нас все есть. Управление группой. Что ж такое? О, первое. Вот, значит, соответственно, онбордингом призываю всех заниматься с увлечением, с увлечением и интересом. Ну, а с вами, собственно говоря, был Илья Владимирович Коноплев, который помогает ряду коллег внедрить вот эти вот онбординговые проекты и им заодно подсвечивать периодически эту тему, хоть она и сложная, хоть она и непростая, в нашей среде. Потому что я считаю, что за образовательным контентом будущее, адаптации и то, что Андрей рассказывал, вовлечение людей. И, к сожалению, к счастью, нет, к сожалению, все-таки делать это нам придется все больше и больше в онлайн, чем в оффлайн. Вот. Рад был всех видеть, слышать. Рад был тому, что вы проводите это время иногда вместе с нами. Всем пока-пока, хорошего лета. И, собственно говоря, встретимся со мной, во всяком случае, через неделю. Что-то я там буду рассказывать про гибридный фитнес. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok